22 июня, 5 часов утра. Вблизи одного из самых трагических мест в истории обороны Брестской крепости, входа в Капонир Гаврилова, со стороны Кобринского укрепления звучат леденящие души выстрелы и взрывы, плащ детей и женщин, крики «Ура!» и «Хальп!» на поле в атаку идут немецкие захватчики и советские защитники. Все это как будто на машине времени перенесло присутствующих на 72 года назад в то страшное утро 41-го, изменившее ход истории и миллионы людских судеб. Этот день навсегда останется в памяти людей, как начало самой кровопролитной и страшной войны в истории человечества. Это дата трагическая, конечно, для всего нашего народа. И не случайно сегодня в разных уголках Белоруссии, России, Украины, других государств СНГ. Это день памяти и скорби. Скорби, памяти о погибших. И вместе с тем это, наверное, возможность еще раз сказать им спасибо, тем, кто погиб, тем, кто действительно в эти дни, июньские дни, заложили первый камень победы. Это страшный день. Это горе, это ужас, это грязь, это кровь. Ничего поэтического, в принципе, в этом нет. Занимаемся мы этим, наверное, потому, чтобы они не забывали. В военно-исторической реконструкции первых дней войны приняли участие сотни людей из стран бывшего Советского Союза. Тысячи пришли в крепость, чтобы почтить память павших героев и сказать слова благодарности тем защитникам Родины, которые выжили и выстояли, несмотря ни на что. Подобные мероприятия являются своеобразным диалогом уже ни одного послевоенного поколения. Диалогом, который нужен не только, чтобы узнать о войне из первых уст, но чтобы раз и навсегда осознать и прочувствовать, какое бесценное благо для человечества, чистое мирное небо над головой. Да это очень получилось, потому что никто еще не слышал настоящего взрыва. И даже стречения пулемета никто не встретил. Здесь получилось примерно по-настоящему. Только при настоящей войне это в тысячу раз сильнее. Для меня лично это патриотизм, это память, скорбь о павших людях, которые сражались за наше будущее, за светлое небо над головой, за нашу жизнь. Слезы на глазах присутствующих, напряжение и необъяснимое чувство единения в такие моменты – прямое доказательство того, что общая история порой сильнее кровных уз. Люди из разных городов и стран, абсолютно незнакомые друг с другом, в это утро переживали одинаковые эмоции – печаль, грусть и боль за миллионы загубленных и покалеченных жизней. Признательность за стойкость и невероятное мужество советского народа, которое невозможно порой себе даже представить. И радость от того, что живы и есть возможность сказать слова благодарности и низко поклониться тем, кто сражался за родину и любил ее больше жизни. Такая реконструкция показала всю тяжесть и все самое страшное, что произошло в этот день для нас. Тот, кто не пережил ни одной войны, никогда не узнает, в какое прекрасное довоенное время он жил. Очень хочется, чтобы ныне живущие опровергли это утверждение афоризм и искренне ценили мирную и спокойную жизнь. И такие масштабные и очень сильные эмоциональные мероприятия вселяют уверенность, что именно так и будет. Каждый год в день скорби люди как будто очищаются от налета суеты и хлопот, задумываются о вечном, осознают что-то порой необъяснимое, но очень важное, чтобы помнить, верить и жить.